Чтобы они не давали мясо рыбе деткам. Дочь два года и мама убеждена, что мясо это самая большая необходимость для развития ребенка. Дело в том, что пища воспринимается в соответствии с уровнем сознания. Есть несколько представлений о том, какая должна быть пища. Если люди находятся на концепции телесной платформе жизни, они себя считают химическими элементами, то тогда они считают, что самая лучшая пища это мясо. Потому что там много белков, жиров, углеводов и так далее. Когда люди уже начинают понимать, что они имеют так же психическое тело, то они понимают, что мясо это продукт насилия. И психическое тело скриняется из-за мяса. И вы ни за что не объясните материалистам, что мясо это вредная пища. Потому что они воспринимаются в позиции химических элементов пищу. Им непонятно, зачем мясо нужно отменять. У них нет идеи. И в связи с этим, так как существует определенная отклонность ученых, также оправдывать то, что им хочется, то поэтому и есть много диссертаций на тему того, что мясо полезно пищам. Однако же у меня была передача по холестерину в Москве на Центральном телевидении. Там присутствовали несколько предыдущих диетологов в России. И они говорят, что мясо это самый главный канцероген. Это уже доказано в научных кругах. Это вредная пища. Но это невозможно объяснить тем, кто привязан к мясу. Если человек привязан к мясу, ему невозможно объяснить, что это вредно. Так же, как человек привязан к сексу, когда ему невозможно объяснить, что это вредно. Или если человек гомосексуал, ему невозможно объяснить, что это нехорошо. Понимаете, когда человек чему-то сильно привязан, то объяснить невозможно. И причина кармическая, почему человек страдает от того, что мама заставляет есть мясо ребёнка моего. Много причин. А первая причина — недоразвитая духовная самого человека. Вот моя мама не заставляет моего ребёнка есть мясо. Потому что мама доверяет мне. Если мама вам не доверяет, это значит, что у вас нет духовной силы. Не хватает веры, не хватает силы внутренней доказать ей, что это питание правильное. Это означает, что ваше собственное развитие страдает. Надо развиваться дальше, и мама постепенно успокоится. Когда человек сам не до конца убеждён в том, что он считает, тогда и родственники не будут убеждены тоже. Часто люди сами считают, что детей надо кормить мясом. У них есть такое ощущение. Может быть, они не до конца так считают, но у них есть такое ощущение, что детям без мяса нельзя. Что они не вырастут без мяса. Это ощущение очень глубоко сидит в психике. И если мама говорит, что мясо надо есть, то бабушка говорит, что мясо надо есть. Мать, у неё сомнения возникают. Может быть, она права, а может, нет. Поэтому здесь много таких тонких моментов, которые надо учитывать. Иногда бывают дети от родителей финансово зависимые, особенно в Европе. Финансово зависимость родственников друг от друга сильная такая, она присутствует иногда. И если, допустим, дети зависят финансово от родителей, то родители также им диктуют, как им жить. Это происходит само собой. Но если вы не будете нас слушать, то тогда живите, как хотите. Такое тоже бывает. Но если вы хотите дополнить ситуацию, можете вставить и дополнить. Что вы имели в виду, когда написали эту записку, конкретно, какая у вас ситуация, я не знаю. Я знаю только, что по мере развития духовного родственники уже не могут так же влиять на кормление детей, как раньше. Также есть опыт, что когда развивается человек духовно, его супруг тоже перестает плохо на это влиять. Это вопрос времени и развития отношений. Но если на все на вас влияют, то это значит, что у вас слабое развитие духовное. Меня мама тоже в детстве очень сильно ругала за то, что я не ем мясо. Я в девятом классе перестал есть мясо, и она страдала сильно, ругала меня за это. Она у меня повар высокой квалификации, хорошо готовила все время. И она очень сильно страдала, что я перестал есть мясо, мясную пищу. И она меня переубедила в конце концов. Но это произошло так, как произошли определенные события. Я у кого года уже не ел мясо. И так как по моим кровям я быстро вырос, то есть в 14 лет я уже вырос на свой рост. А мои следственники в это время еще только начали расти все остальные. И они меня начали обгонять по росту. Я очень сильно волновался. И начал есть морковь. Так как слышал, что морковь это пища, которая дает возможность вырасти лучше. Я так ее много ел, что я пожелтел. У меня тарафина очень много. В это время в школе была эпидемия желтухи. Меня забрали в больницу. И там я занимался йогой, стоял на голове все время. И никак не мог понять, врач, что это за больной такой, если он постоянно какие-то упражнения делает. Ну не стал меня кормить лекарствами. Просто решил подождать. Так как там моркови мне много не давали, я побелел через несколько лет. Ну меня выписали, отправили домой. А мама, она мне сказала, что все это из-за того, что ты не ешь мясо. Она меня, короче, воспользовалась этой ситуацией, убедила меня есть мясо. Я начал есть мясо. Потом, в 23 года, я начал лечить людей, увидел, что те, кто едят мясо, у них тонкое тело, очень вязкое, и печень почти у всех больная. Ну то есть я как бы видел реально, что мясо принотное здоровье. Это на тонком плане увидел. И начал людям говорить об этом. И естественным образом сам перестал есть мясо. Уже осознанно. И никто не мог меня утерю видеть.